Не можем обойти стороной химии. ЦТ по этому предмету намечены на 8 июля. Давай соберемся и выдадим максимум знаний, которые у нас есть. Поможем тебе немножко в этом. Мы подготовили пару фрагментов с итогового занятия 2019 с Полиной Муштуковой. Ну что ж, поехали. Что в первую очередь нужно знать? Ну, химия — это наука в первую очередь о веществах, о их превращениях, о каких-то взаимодействиях. И для этого нужно, собственно, понимать, какими же бывают вещества. Любое индивидуальное вещество может быть простым либо сложным. И это вы видите на слайде. Если у вас в состав вещества входит один химический элемент, об этом и помогает таблица Менделеева, вы понимаете, что вещество является простым. Если там есть несколько элементов, соответственно, вещество сложное. И обычно с этим сложности ни у кого не бывает. Есть другой вопрос, когда нужно отличить смесь от сложного вещества. Соответственно, что мы делаем? Если мы видим, например, сульфат натрия — сложное вещество, как мы это понимаем? Во-первых, несколько элементов. Во-вторых, у нас есть определенный состав, есть какие-то определенные свойства в виде температуры плавления, растворимости, еще чего-то. Плюс мы обычно такое вещество не можем разделить физическими методами. Что это значит? Смесь, например, это песок и вода. И вот если вы растворите это все, соответственно, вы можете профильтровать, песочек останется на фильтре, водичка отдельно. То есть вы разделили физическим методом. Плюс вы не можете наверняка сказать, сколько там песка, сколько воды. Соответственно, формулы никакой конкретной для этого соединения, точнее для этой смеси вы дать не можете. Соответственно, после этого мы благополучно, надеюсь, можем справиться с первым заданием. Кто желает ответить? Можно быть милее отвечать спокойненько. Вот есть человек. Да, сейчас передадим микрофон. Пожалуйста. Итак, сложным веществом является воздух – это смесь, ацетилен – это сложное вещество С2H2, озон – это простое вещество, 3-крепрон – это тоже простое вещество. Окей, если онлайн-аддитория согласна, вы можете поставить плюсик. Остальные ребята, вы согласны с этим? Окей, хорошо. Все верно было сказано. Воздух представляет собой смесь газов, соответственно, нам не подходит. А сложным веществом является ацетилен, где есть два химических элемента. Окей, класс, мы сделали все верно. Движемся дальше. Самым важным вашим оружием как химика является периодическая таблица, я уже об этом сказала. И, казалось бы, парадоксально, это очень просто, и все вроде бы об этом помнят, но иногда в стрессовых ситуациях и забывают об этом. Периодом называется горизонтальный ряд, группой называется вертикальный. Соответственно, что нужно знать и помнить, как вам это может помочь? Помимо того, что вы видите номер группы римской циферкой, вам еще это говорит о том, сколько валентных электронов есть у атома, либо же иначе, сколько электронов на внешнем слое, если такое спрашивается в задании. Соответственно, по периоду вы видите изменение элементов с ростом заряда ядра на один. Соответственно, благодаря этому каким-то образом вы можете и свойства предсказывать, и находить нужное вам соединение. Что на это может спрашиваться? Вопрос может звучать таким образом. Если у вас спрашивают, в каком периоде содержится 8 элементов, как будем рассуждать, что будем искать? Я думаю, что мы должны в первую очередь искать период, где нету D под уровнем, потому что там, соответственно, элементов будет больше. То есть это, вероятно, сейчас посчитаю. Это второй период. Окей, смотрим на вариант ответа какой есть. Такого нет. Но третий, да. Класс. Видим третий период. Это действительно правильный ответ. Спасибо. Соответственно, смотрим, ищем нужный подходящий период, смотрим на количество элементов. Вспоминаем, что да, D как только появляется подгруппа, соответственно, сразу много элементов нам не подходит. Для тех, кто учит химию, это действительно важная и полезная информация. Ну, а если хочешь быть на пике форме к ЦТ по химии, присоединяйся к итоговому занятию с Полиной Муштуковой. Повторим все то, что только можно. Ссылочка будет в описании. Ждем тебя 6 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова